Всем большой привет! И спонсор этого видео Прекрасные суши, роллы и всё, что связано с этой прекрасной японской кухней Заказала я сегодня такую вкусняшку Если честно, как всегда, ничего заранее не планировала Просто у нас в Питере ужасная погода Дождь идёт целый день, холодно И я целый день чем-то, знаете, перекусывала Но хочется что-то вкусненькое, особенно в такую погоду, когда ты сидишь дома Так, ну что, давайте я с вами определимся с темой сегодняшней Я думаю, по названию видео вы уже догадались, что речь сегодня пойдёт о декрете Я на самом деле посмотрела свою статистику на этом канале Я поняла, что у меня больше 80% смотрят меня от 18 лет Я подумала, наверняка, наверное, каждая вторая из вас мама Раз такой возраст, да? И я решила, что эта тема очень интересна Давайте пообсуждаем Но для начала я съем первый ролл какой-нибудь Блин, забыла открыть всё Забыла открыть Вы знаете, я вот заметила, что я к имбирю как-то равнодушно отношусь Сегодня я попыталась более-менее красиво выложить всё на стол Так, давайте сразу в васаби добавим своего соуса Вот, короче, начнём про декретный отпуск, вот с вами болтать Я, Насте, уже 8 лет, соответственно, я уже... Когда начинается декретный отпуск? Как стоишь на учёт, да? Ну, лет 8-9 я, короче, уже в декрете То есть я после рождения детей не работала нигде До этого у нас был с мужем свой магазин сотовых телефонов И я там работала продавцом, кассиром То есть у нас была своя точка по Питеру Я уже как-то рассказывала И мы закрыли Мы его закрыли Год он продержался всего Потому что аренда очень много денег жрала И это было, короче, давно Мы закрылись Я сидела дома Ну, забеременела там через месяца два, наверное А муж пошёл работать Я сидела дома И вот с этого времени я официально больше нигде не работала Съем первый ролл Блин, почему всё рассыпается? Ненавижу Ну, всё Всё испортилось Так вот Редела я Катюшку Настюшку Вот Мне стало скучно Я вам уже говорила не раз Я начала Снимать видео на Ютубе Когда Насте было 9 месяцев Я только-только Ютуб процветал Только Ютуб Становился популярным И я вот как раз успела В ту волну, так скажем Ну, как волна Это была не волна Потому что тогда ещё не было влогов Ну, такой Ютуб был совсем Ни о чём Очень вкусно Я ещё заказала мидии Как их есть, блин Сейчас попробуем Я ещё что-то с Чукой заказала Что такое Чука? Водоросли, да? Или что это? Такие три больших ролла С креветочкой С рыбкой И с водорослями какими-то Кстати, секундочку Хочу отвлечься, малёха Ставьте на паузы Берите что-нибудь вкусненькое Давайте вместе кушать Пить чай, кофе Напишите, что именно вы кушаете Мне будет интересно почитать Вот я ем вот это А что в данный момент кушаете вы? Очень-очень любопытно И Мне вот очень, кстати, стало интересно Мысль убежала Я забыла, что хотела сказать Гениально, Марин Ладно, бог с ним Вы знаете Многие Вы поставили у меня такой вопрос Марина, быт С двумя детьми Декрет В общем-то на эту тему поговорить Вот спустя 9 лет Я вам хочу сказать, что Это очень тяжело Потому что ты сидишь дома У тебя отсекаются твои друзья Подруги Ты практически становишься один То есть муж становится твоим лучшим другом Это так часто бывает Конечно, у тебя остаются подруги Там их буквально на пальцах можно перечислять Но ты меняешь кардинально свой образ жизни Никаких тусовок Никаких выездных Никаких поездок Все, ты привязана к дому К ребенку Если ты нормальная мама Если ты не кидаешь ее на бабушек На нянек Я, конечно, ничего не имею против бабушек и нянек Но Как бы Есть какой-то предел Когда, извини, ребенку 3-4 месяца Как-то странно взять И кинуть его на бабушку Или на чужого человека Лично это мое мнение А я к этому отношусь очень так Не очень Когда ребенку годик-два Тогда я еще могу понять Когда ты все уже запланировала Куда-то уехать Максимум на недельку отдохнуть на море Ты можешь оставить на бабушку В принципе, на няню тоже Нет в этом ничего страшного Но и когда ребенок совсем маленький Я вот этого не понимаю Мне, в принципе, было не на кого оставить У меня мама работала сюда Короче И до сих пор Я всегда сама с детьми Постоянно У меня есть возможность Оставлять детей маме моей, например Или свекровью Но Это, знаете В том случае Если ты хочешь сходить в кино У вас подружка встретится А не так, что, знаете На постоянной основе Каждый день Скидываешь на бабушек Сама тусишь Если только, конечно Тебе не нужно работать Это уже другой вопрос Поэтому, естественно Все женщины устают дома Сидя в декрете А если ты не вылазишь Из первого Сразу беременнешь И выходишь на второй Это, конечно Пипец, как складывается Знаете, в первую очередь На что? На твой мозг Твой мозг начинает Как это сказать Не тухнуть А Знаете, как цветок Начинает Вять Человек, с которым Ты общаешься Это твой муж По вечерам Когда он приходит С работы И ребенок Который Агукает Агакает И который До двух лет Не может говорить До года До полутора Естественно Твой мозг Не развивается Он затухает И ты начинаешь Просто тупить У меня был такой момент Когда я родила Настю Вы знаете Я Словилась на мысль Что я не могу Составить Грамотное предложение Например Да Я понимаю Что я забываю Элементарные слова То есть ты чувствуешь себя Какой-то просто тупицей И У тебя паника Ты не понимаешь Да То есть ты идешь в магазин Тебе кто-то задает Какой-то вопрос И ты не можешь ответить Потому что ты забыл Какое-то слово Это очень страшно Вы знаете То есть еще года Полтора-два назад Ты веселая Активная У тебя активный образ жизни Ты там работаешь Встречаешься с друзьями И все так хорошо А тут все Ты сидишь в дома Площадки детские Врачи Дом Быт И все И ты как бы В добровольном Добровольной тюрьме Так скажем Это я Утрирую конечно Но выглядит это примерно так И зачастую Мужчины этого не понимают Мужчины думают Вот блин Мне бы вот посидеть дома Да Это такая фигня Мужчина забывает То есть он Он привыкает Он приходит домой с работы Он видит Все чистенько Ребенок Ну там Сыт Веселый Веселый Активный Если он болеет То муж знает точно Что Жена его уже Лекарствами накачала Грубо говоря Да Что дома все хорошо Все чистенько На сушилке Висит белье Посуда Чистенькая Полы Помыты То есть для мужчины Это становится нормой Да Но он забывает о том Что женщина Что его любимая Жена Она при этом Никакая Вот И они Им наверное Никогда это не понять Вот честно Оставить их на неделю С детьми Ну Мне кажется Это страшно Страшный эксперимент Давайте съедим Такую вот мидию Уже чуть-чуть остыло Вкусно Вы знаете Майонез С майонезом С майонезом Походу Иди-ка сюда Вкусно Хоть я не люблю Морепродукты Вообще Для меня Это Жесть Как невкусно Вот сам соус Этот с майонезом Он вкусный Вот эта мидия Сама непонятная Как безвкусно Как будто бы На любителя Так вот То есть Мужчины Да Они тоже Устают Приходят с работы Но мы тоже Устаем И когда Извини У меня были Такие случаи Когда я просто У меня не хватало сил Да и желания Готовить что-то Например Да Всегда холодильник Забит едой То есть Не было такого Что В холодильнике Не было Сыра Колбасы Там Там Молочки Да То есть Холодильник Всегда Вот у меня Да Например Всегда есть что Приготовить Те же самые Элементарные Бутеры Или яичницу Приготовить Был случай Когда мы с вами Ругались Вот он Приходит с работы А у меня Там не приготовлены Первое Второе Третье Да Некоторые Жены скажут Да это Недопустимо Ты должна Кормить мужа Блин А почему Мужчина Не может Зайти после работы Зная Что жена Там Запарилась Целый день С детьми Да Почему Он не может После работы Зайти И что-то Купить себе Это Это 10 минут Дела Да То есть Допустим Человек на машине После работы Заезжает Ту же Покупает Даже можно Купить готовые блюда Те же Салатики Ещё что-то Да И облегчить жизнь Своей жене Но мужики В основном Об этом не думают Они Вот знаете Им заложили В детстве Что вот Отец Приходит с работы И вот Жена носится И ставит ему И там Не знаю Борщ И так далее Я считаю Что Это Вот это Знаете Всё слово Должна Я считаю Что никто Никому ничего не должен Точнее Родители Должны Детей Воспитать До 18 лет Дать образование Ну и так далее Родители Должны Своим детям А вот Должна ли Жена Что-то Мужу Или Муж должен Что-то Жене Это уже Хороший вопрос Раньше Раньше Я тоже Так Считала Что Вот Надо Знаете Бегать Вокруг Мужа Пылинки С него Сдувать А кто С меня Будет Сдавать Пылинки Я Полностью Свою жизнь Посвятила Детям Да Я повторюсь Как белка В колесе Садики Школы Там Пойдут Уроки Да Вот сейчас Какие-то Кружки Кушать Приготовить А если он болеет Так ты вообще Днем И ночью Не спишь Потому что Ночью Ты каждый час Просыпаешься Меряешь температуру И так далее Это можно Бесконечно Об этом То есть В то время Когда мужчина Спит В комнате В своей Сладко На огромной кровати Ты в этот момент Ютишься с ребенком На его кроватке Проверяешь Каждый час Температуру Если что Будешь его Даешь лекарства Там Да И дальше Продолжаешь С больным ребенком Лежать Это очень тяжело Знаете До слез Прям порой У меня бывало Такое Что особенно Когда обе болеют Одну Разбуди Дай лекарство Температуру Там Не знаю 39 Через час Буди вторую Давая ему лекарство И ты знаешь Ночью сидишь И просто Плакать хочется В то время Как допустим Мужчина Ему завтра На работу Он спит В своей кроватке Он ничего не слышит Ничего не видит У него крепкий Замечательный сон А мужики Никогда Этого не испытывают Вот этого чувства Когда ты Полностью Погружен И При этом Часто Очень Женщины Еще и работают То есть Они получают Те же зарплаты А то и больше Да Но обязанностей У нас Намного больше И ответственность Я считаю Поэтому Ну то есть Я как бы Рассуждаю Именно Скажем Как было у нас Как есть в нашей семье Например Да То есть Я конечно могу Кучу сейчас претензий Предъявить Но Когда я там Высказала Что-то вот По поводу там Проблем каких-то Семейных Да И кто-то Ой Марина Да у тебя Ваня не пьет Он не шляется Радуйся этому То есть Знаете Вот такая логика То есть Русские женщины Должны радоваться Тому что мужчина работает И что он приходит домой Трезвый Все Все остальное не нужно Все Пяточки целовать Знаете Я считаю Что русские женщины Очень часто Семья недооценивают Так вот Давайте попробуем Эту чуку Чуку Греку Блин Что это вообще Как это есть Макать не макать Какая-то дичь Фу Блин Фу Блин Я это даже есть не буду Кажется какая-то Вегетарианская гадость Какая-то Фу Блин Как будто я съела Водоросли из речки Уберем дальше Подальше Так давайте еще Филадельфию Скушаем Да Или Калифорния Что это Так вот Что ж такое Сегодня Так Один из моих любимых роллов Много положил в осаде Так вот Ну То есть я считаю Что Мне кажется Я так говорю Как мама Которая уже 8 лет в декрете Да Что Реально У тебя минимум Общения Ты вся в детях То есть если ты нормальная мама Конечно ты можешь отдыхать Ездить Оставлять детей И это нужно делать Да То есть ты должна как-то Помимо детей Еще что-то в этой жизни делать Поэтому Кстати по поводу Вот этого тупости Да Я вот Говорила ранее Меня спас Ютуб То есть Если бы не Ютуб Я бы просто Двух слов Не смогла связать И на камеру Очень часто Вот я Ну Немножко неправильно Говорю И там Мне часто пишут Марина ты не читаешь книги Почитай книги Увеличь свой словарный запас Это все конечно правильно Вы говорите Но Повторюсь Ютуб Очень меня спас В свое время То есть я Переборола страх Общалась с вами И как-то мне Становилось все легче и легче Да То есть Надо обязательно в декрете Чем-то заниматься Да Как-то развиваться Книжки читать Не знаю Ходить Какие-то места Людные Где ты будешь Общаться с людьми Или почаще Встречаться с подругами Если они у вас есть Да И мужья Обязательно должны Поддерживать своих жен То есть Так любимая Иди с подружкой Я посижу с детьми То есть нельзя Так Ой я тоже устал Блин Не буду я сидеть с детьми Подружка подождет Да То есть надо обязательно Мужчинам поддерживать Нас девушек Мам молодых Потому что нам это Просто необходимо Иначе Повторюсь Это выглядит как Добровольная тюрьма И деградация твоя Да То есть твои мозги Начинают потихонечку Деградировать А был такой случай Тоже Давно Когда мы с Ваней ругались Он говорит Вот Ты сидишь дома У тебя нет друзей совсем Вот у меня сколько их Да То есть Вот такая фраза прозвучала Меня это очень обидело Потому что Блин А где я могу найти друзей Сидя дома с детьми Пока ты работаешь Всех друзей Практически без Двух-трех Да Ваня нашел Себе на работе То есть он сменил Там два или три раза работу И на каждой работе Он познакомился с ребятами И продолжает с ними общаться Вот это за последние 10 лет Грубо говоря У него там Большой арсенал друзей Где мне их взять Если я сижу дома Я не работаю У меня нету коллектива Я просто вспоминаю Когда я работала И тоже у меня был свой коллектив И у нас были и корпоративы И вы знаете У меня тоже было очень много Не друзей Даже знакомых Мы переписывались Встречались Тусовались И я не чувствовала себя Каким-то ущемленным человеком У меня была такая проблема Одна подруга у меня отсеялась Через пару лет После того Как я родила Настю Потому что она не понимала Каково это Я не могу выехать У меня ребенок Я его грудью кормлю Я не могу его оставить И я всегда Знаете Предлагала Вариант Приезжай ко мне домой То есть Приходите в мой дом Мои двери открытые То есть Я всегда им говорила Я всегда рада Приходите Я не могу выехать Потому что у меня маленький ребенок Я не могу Какие-то свои Такие причины были Креветку Как у меня есть Сори Я правильно ее ем вообще Да Она вроде почищенная Не люблю я морепродукты Вот А подруга Она не понимала Каково это Все Та Марина Которая Всегда Могла в любой момент Приехать Подусить с тобой Все Такой Марины Нету больше Ты объясняешь Все Человек понимает Что Ой блин Снеги морой Я вот лучше Лене позвоню Какой-то Правильно Там Оле Катин И все То есть Первое время Ты Как рожаешь ребенка Ты думаешь Все Ты остался один Никто тебя не понимает И ты один такой несчастный Сходишь в дому с ума Все против тебя Никто не хочет С тобой общаться Все работают У всех Своя жизнь И ты понимаешь Что все Молодость закончилась Все Ты мама Знаете Я уже Кучу всего Рассказала Всего по чуть-чуть Наверное Да Какой итог Итог такой Что я хочу Съесть еще одну Мидию Секундочку Соус Дораза вкусный Сама Мидия Так себе Все-таки Я не любитель Морепродуктов Повторюсь Но в принципе Вкусненько Есть можно Поэтому Мой ответ Быт И декрет Это все Очень сложно Все зависит Конечно От человека От его окружения От его друзей От мужа И так далее От семейного бюджета Если у тебя Мало денег Так вообще На этим Можно сразу Вешаться Я знаю Короче Есть сейчас Клининговые Компании Которые Ну приходят Домой И убирают Это просто Спасибо Спасибо Человечеству За то Что вы создали Это Я бы С удовольствием Наняла Я даже Уже думала Чтобы раз в недельку Ко мне приходил Человек И намывал мне Там полы Там протирал Пыль везде Мыл сантехнику И мне было Намного легче Я бы в этот момент Брала детей Я с ними там Гуляла бы Полдня где-то Да Тусила Пришла бы домой И все чисто Это просто Я знаю Кстати У меня есть знакомая Которая живет в Москве Вот вдумайтесь Ей раз в неделю Приходит такой человек И намывает квартиру Хотите Самый главный прикол Она У нее нет детей И у нее Однокомнатная квартира То есть Вы наверное Сейчас все обзавидовались Да Ей То что она Живет в однокомнатной квартире У нее нет детей И к ней раз в неделю Приходит человек Который намывает квартиру Я тогда за столом сидела С ней Думаю Серьезно? Я говорю Как бы Совесть не мучает Но это ее выбор Да Там Для нее Для ее бюджета С мужем Это не очень критично И Как бы Она не то что Лежит на диване И в этот момент И моет ее туалет Она в это время Она мне рассказывала Она тоже занимается Какими-то другими делами Домашними Которые не входят В обязанности Той Самой клинин Короче Вы поняли Это не входит В обязанность Той Женщины Которая приходит Все намывает То есть Например Она гладит белье То есть Весь период Пока Она намывает Ей квартиру Она Гладит белье Ну Белье можно гладить Очень долго Да Каждый носочек Каждый труселя Вот То есть Не то что Она там Повторюсь Сидит на диване И плюет в потолок Да То есть Это было бы Как-то не очень Мне было бы интересно Кстати Еще почитать Вы за Вот такие методы Да Что к вам приходил Человек Как бы Вы впустили бы Такого человека Домой Или нет Я поначалу была Против Но сейчас я понимаю Что В принципе Можно подумать Идея очень даже Интересная И действительно Облегчит жизнь Женщине Не важно С детьми она Или без детей Вообще Знаете Вот это Каждый раз Когда ты утром Присыпаешься Что я делаю Да То есть Я готовлю завтрак Мы кушаем И я беру Пылесос Потому что Каждый день Пылесочишь На кухне особенно Да То есть Ты от этого Никуда не уйдешь И ты понимаешь Каждый раз Когда ты берешь Этот пылесос Ты понимаешь Что тебе Всю жизнь Так делать Блин Что за волосни Тебе всю жизнь Надо это делать То есть Мужчина У него нет этого В голове Он Выполняет Какие-то обязанности На работе Приходит домой И все У него Голова Чистая Ну как бы Он отдыхает А женщины Всегда понимают Что Уборка Готовка Что купить А что Что приготовить А вот я хочу Это приготовить А это надо Купить А есть это У меня в морозилке А чем я накормлю Одного ребенка А второй Этот не любит А первый Этот любит А вот этот муж Не любит А вот как Что приготовить Так, чтобы все ели Ну то есть Вот это Знаете У тебя в голове В мозгу Вот эти Механизмы Они вот Постоянно Постоянно движение Ты засыпаешь У тебя куча мыслей Ты просыпаешься У тебя куча мыслей Просыпаешься, а ребёнок Мама, я хочу есть Вот это постоянно движуха Поэтому Мы, женщины Нас нужно, короче, ценить И очень часто Мужчины не понимают этого Доказывать что-то им Я думаю, не стоит Они должны сами понять, но они никогда не поймут Я не говорю про то, что мужчина Вот он ничего не делает На работе они тоже устают Они никакие и так далее Нет, я ничего не говорю На этот счёт Мужчины тоже устают, им тоже нужен отдых Но Мы, женщины, очень часто Я на себе Это заметила Жалеем их Ну как бы, типа Вот он работает 5 дней в неделю Или у него график 3 через 3 Вот 3 дня он пашет, как проклятый 3 дня ему надо, чтобы его не трогать Чтобы он отдохнул Ведь ему опять 3 дня работать Вот Съезди на рыбалку Разрешаешь на рыбалку есть На охоту И ты понимаешь, что в тот момент, когда муж отдыхает на рыбалке Ты опять сидишь с детьми дома Это и называется Вечный декрет Когда ты Ты вроде понимаешь, что мужчине тоже нужно отдохнуть Но ты забиваешь на себя То есть ты понимаешь, что ты не отдохнула Я сейчас говорю именно про себя То есть сколько раз у меня там Ваня ездил на охоту На рыбалку, да Я его отпускала там и с палатками, и там с друзьями Вот он приезжает такой Господи, как я устал Думаю, блин, нахера ты ездила, блин, на рыбалку, чтобы там устать? А я в это время сидела опять дома Одна с детьми Особенно, знаете, у меня вот это был период Когда Катя была маленькая И там Насте 4 года Кате годик Я просто с ума сходила Я говорю, единственное, что меня спасало Так это Ютуб, то, что я занималась Ютубом Иначе мне просто бы крыша поехала У меня просто был бы срыв какой-то Я бы, не знаю, спрыгнула с балкона То есть вот это тоже, знаете, меня объяснили Ты, блин, отпустила мужика Он приехал уставший опять с рыбалки На кой фиг ты ездил туда? Лучше бы ты сидел бы дома И помогал бы мне с детьми, да? Это можно бесконечно говорить И, возможно, кто-то сейчас у меня из мужчин посмотрит И скажет, блин, сидит, жрёт И какую-то херню, блин, несёт Ну, скорее всего, это так Ну Мне кажется Мужчины никогда не поймут женщин А женщины никогда не поймут мужчин Это бесполезно Бесполезно Наверное, так устроена природа Так создала у нас природа Так скажем Я начинаю наедаться уже Я не представляю Что происходит у тех женщин Мамочек, которые У которых мужья в командировках Это вообще трешат, наверное Кто-то из зрителей У кого мужья в командировках Уехала на полгода, и ты одна с детьми на полгода Это вообще трешно Я в таком случае точно никогда бы не родила Потому что это очень тяжело Если у тебя нет помощников Бабушек, дедушек Там Мяник Денег Это просто ужас Короче Закончу я на этой ноте Видео Я, конечно, не все вам сказала Не все свои мысли Высказала Потому что у меня камера садится Я уже много наболтала Но с удовольствием почитаю Пишите Давайте обсуждать Эту тему Как вы в декрете Есть ли у вас подруги Как часто вы Оставляете детей на мужа И так далее Помогает ли вам мужья И как вы справляетесь А вдруг у вас вдвое, трое, четверо детей В общем, как вы живете Если у вас есть В общем, пишите все Давайте обсуждать Читать Ставим лайк Обязательно поддерживать это видео Ну, если у вас есть идеи Какую тему новую затронуть Интересную То тоже пишите в комментариях Всем пока